Я хочу беседовать с вами об одном очень прекрасном вопросе. А вообще, для чего мы здесь, на этой земле? Зачем мы здесь? Что мы делаем? Почему мы здесь? Я хочу вам сказать, что мы живем в окружении эгоистичной культуры. Сегодня вокруг слышишь только одно. Надо жить, надо наслаждаться, надо быть счастливым. Все удовольствия. Что жизненная цель человека? Быть счастливым. Как? Это не имеет значения. Главное, быть счастливым. И по той причине, что это я, он должен быть счастливым, то он себя воспринимает центром вселенной, вокруг которого все крутится. И потому и в молитве, в молитве кем-то и заинтересован только собой. Что я хочу, того я и прошу. Я. Но образ такой жизни не может приносить нормальные результаты. Но если мы, на самом деле, хотим исполнить головнейшую цель жизни, нам нужно понять, что не все нас касается и не все от нас. Мы, Божье Творение, сотворенное для взаимоотношений с Творцом и для прославления Творца. Поэтому, при любом решении, что бы мы ни делали, мы должны задаваться одним вопросом. Прославляется этим Бог или нет? Если ты спортсмен, тебе нужно задаться вопросом. Твоей деятельностью, твоей игрой, прославляется ли Бог? Или как игра моя может прославить Бога? Если я мама, то мама. Русским говорю, раньше был мама, сейчас стал папа. Ну, я думаю, надеюсь, вы знаете, что мама, по-русски мама, по-грузински мама, это папа. И папа не мама. Мама, которая растит, ребенка воспитывает. Она должна думать о том, как воспитать ребенка, чтобы прославить этим Бога. Если ты врач, нужно думать, как так лечить пациента, чтобы тот прославил Бога и познал Бога. Нам нужно научиться ставить правильно себя пред Богом. Нам нужно себя провести в правильную позицию. Потому что если мы сотворенные для того, чтобы быть во взаимоотношении с Богом и Его прославлять, тогда в любой ситуации наше отношение должно быть таким. Прославляется ли Бог в том, что я делаю? Или как же мне действовать так, чтобы Бог прославился? Что должно быть сделано через меня, чтобы люди увидели Божью славу? Кефесянам первая глава. С третьего по десятый стих. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Продолжение следует... Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каково Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное земное соединить под главою Христом. Задается вопрос, для чего мы на земле? Вы знаете, в книге Бытие мы читаем так, «Сотворил Бог небо и землю». И часто мы начинаем с книг Бытия, «Вот Бог все сотворил, сотворил человека». И вот как бы существованием человека начинаются первые главы Бытия. Но Павел, он рисует здесь намного большую картину. Павел, он переносит нас намного дальше, еще до сотворения всего. И говорит такие слова. Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Бог, он уже заранее увидел нас. В Боге началось наше существование, еще до того, прежде чем бы начали быть небо и земля. Он предызбрал нас. Бытие человека, существование его началось еще до того, прежде чем бы произошло грехопадение Адама и Евгения. Вообще люди, они начинают проповедь, начинают историю от грехопадения. Вот для чего мы были сотворены. Как пал, как проклят был, стал. Какой потом план был для человека. А мы думаем, а я-то при чем? Адам пал. А я при чем? Каким образом я вообще связан с этим событием? Мы не хотим с этим себя отождествлять. И поэтому, в основном, мы крутимся вокруг себя. Я не заслуживал это. Меня там не было. Я этого не избирал. Хотя мы были в Адаме. И когда мы концентрируемся на падении, тогда мы заинтересованы в том, чтобы как-то себе помочь. Что человеку нужно сотворить какие-то условия безопасности, чтобы каким-то образом хорошо себя чувствовать. И человек думает, если произошло падение, человек должен осознать свое падение. И только после этого он поймет то, что ему нужен Бог. Он нуждается в Боге. И он старается как бы стать хозяином себе. Себя. Давай скажем так. Концентрируясь на книге бытия, нападения и грехопадения, мы можем упустить из рук самую главную цель. Для чего мы? Мы на земле не только для того, чтобы только получить спасение. Мы не живем на земле только для того, чтобы хоть как-то принять Христа и попасть на небеса. Конечно, это важно. Но когда мы останавливаемся на этом отрывке книги бытия, на сотворении, и если мы заостряем внимание на падении, значит, надо встать. И если мы заостряем внимание на том, что над всем владычеством и всем управляй, тогда человек что? Он становится, он пытается стать господином всего. Он старается управлять и быть управителем всего, что вокруг. Над всем, что вокруг господствовать. Потому что его акцент в этом. Бог сотворил нас господствовать. Но существует более грандиозная картина того, для чего мы сотворены. Это Божья слава. Мы не для спасения живем. Мы живем на этой земле для Божьей славы. Сегодня я хочу к вам говорить об этом. Люди сформировали подобную теорию. Мы грешники, кроме греха. Мы ничего делать не можем. И если на самом деле только на этом сконцентрируешься. Мы грешны, и в нас нет ничего хорошего. Тогда на самом деле ничего от человека и не потребуешь. Ничего хорошего не потребуешь. Почему? Потому что он в своей природе грешен. Он падший. Его потребность в чем? Если я согрешу, прости, прости. Если что-то не получается, чтобы помог. Постоянно вот так, чтобы спасали его. Бог, он сотворил так все, чтобы как часы работало. Мы можем сказать, он все хорошо сотворил. Все сотворил, но и все было хорошо. Это Бог сам сказал, хорошо. И такая картина до грехопадения. Вот создается вот этот механизм. Как же все будет гармонично работать. И потом он запустил, выпустил этот механизм. И все само собой теперь должно работать. Но вы знаете, это тоже ошибочный взгляд. Если мы думаем, вот так вот все, вот Бог устроил, и ничего не должно было поломаться. Бог дал человеку свободную волю, и человек должен был избрать, чего он хотел. Он сам избирал. Он сам избирал, каковой будет его жизнь. Давайте мы вернемся к прочитанному кчитыватому стиху. Так как он избрал нас в нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Прежде создания мира избрал заранее. Чтобы мы были непорочны и святы перед Ним в любви. Любовь делает человека пред Богом святым и непорочным. И если перескочим некоторые стихи и дойдем до 9 стиха, здесь написано, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем. Он прежде избрал нас, и затем он что-то нам возвестил, тайну. Павел говорит о какой-то тайне. И возвестил нам тайну. Тайну. Почему мы на этой земле? Что надлежит нам делать? И 10 стих. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головой Христом. Павел говорит, это до этого была тайна, и сейчас это уже не тайна. Это тайна, она нам уже возвещена. Мучиться, как бы узнать, а это что за тайна, что он нам возвестил. Изо всех читающих, для всех читающих Евангелия, это уже явно открыто. Для чего мы сотворены, и что мы определены делать? Поэтому ты не скажешь, я вообще не знаю, какой смысл в моей жизни, и что мне вообще поручено. Павел говорит, когда-то да, это было тайной. Но сейчас она открыто тебе и мне. Мы уже знаем Божий план о нас. Бог, Он создатель всего. И Он нас определил на что-то. Оказывается, существует какой-то план. Вы знаете, иногда люди путают Божью благодать и Божью цель. Благодать — это то, что мы получили искупление. Прощение грехов, спасение. Или когда мы получаем спасение. Это Божья благодать. Но принять Божью благодать — это не последняя цель, не окончательная цель. Это не конец, это начало. Бог что-то большее хочет. У Него намного большее уготовано. Да. И это как раз таки славность его цели. Давайте прочитаем второе к Тимофею. Первая глава, восьмой, девятой стихи. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не меня узника его, но страдаясь благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен. Павел говорит, что, оказывается, по Божьему изволению было то, чтобы мы приняли Божье спасение, но оно было предопределено еще прежде вековых времен. У Бога был план, было определение. И по этому изволению Он принес спасение человеку. Вы знаете, мы можем какую-то иллюстрацию этому провести. Представьте отца, возвращающегося домой. И вот дети в песочнице там играются, там грязи еще есть, где-то там запачканные. И говорит, давайте, давайте, быстренько, давайте, быстро, помойте ручки, помойте все, я вас в одно место куда-то на прогулку поведу. Конечно же, помогает деткам в том, чтобы они помылись, оделись. Он их ожидает, должен повезти. И дети выходят в зал, а там много игрушек, много подарков, и они начинают играть. А папа говорит, давайте, детки, пойдем, уже время. Цель была не в том, чтобы вот вы оделись, все, привели себя в порядочек, и играть. Ну, вы бы могли и без этого здесь развлекаться этой игрой. А дети не слышат. Они развлекаются. И вы знаете, часто наша жизнь похожа на это. Бог спас, очистил, облек. И говорит, пойдем вместе со мной в мое путешествие. У меня намного больше для тебя уготовано. Если будешь со мной вместе ходить, существует намного большее. Он мой мальчик один месяц вместе со мной был путешествием. Но если ты с Богом ходить будешь, нет, ты не утомишься. У Бога есть план. Но мы заинтересованы в его подарках. Какие там подарки, какие дары он нам подарил. Мы все в этом развлекаемся. И мы не пытаемся следовать за Ним. Мы не стараемся, чтобы Он показал нам, что Он хочет, чего Он хочет делать. Что хочет делать. Нам нужно понимать, у Бога есть намного больше, чем мы думаем. И полученное нами по благодати, я еще раз говорю, это не конец. Это начало большого путешествия. Представьте, совершенного отца. На земле из плотских отцов. Вот просто представьте, есть такой отец совершенный. И у него один сын, совершенный. Который ему просто наслаждается. Он им. Отец смотрит на него, он так радуется, какой он сынок. Его единственный. Что должно быть его желанием? Если не то, чтобы таких еще иметь подобных. Сыновей и дочерей. Которые будут его отображением, которыми он будет гордиться. А вот Божьей целью было это. Что не только Иисус. Но он как первенец среди многих братьев. Божьей целью было иметь сыновей и дочерей. И не просто, чтобы они только назывались Божьими дочерьми и сыновьями Божьими. Но чтобы эти сыновья и дочери вошли в славу Божьей. К Евреям 2.10 сказано, как он многих сынов привел во славу. Под братьями, под сыновьями, конечно, и сестры подразумеваются. Все мужественные сестры. Иисус в славу Свою многих сынов и дочерей вел. Римлянам 8.28 написано, притом же мы знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Мы этот стих наизусть знаем. Цитируем его. Утешая себя, что вопреки всему все будет во благо. Ну, давайте же прочитаем и 29-е. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Оказывается, не всем все во благо. Нам нужно увидеть одно, что. Что Бог избрал нас. И Он что-то определил. Он определил быть подобными образу сына Его. Те, которые стараются, ввязываются в этот процесс, они увидели, что они должны быть христоподобны и должны быть подобны сыну. В жизни таковых все, что не произойдет, будет содействовать ко благу. Он понимает все, что со мной происходит в жизни. Моей реакцией я должен показать, я подобен сыну Его. Мне нужно поступить совершенно, чтобы проявить образы подобия сына. Поэтому все содействует ко благу. Мы искажаем этот стих. Ну, мы верим, потому и все содействует ко благу. Нет, все содействует ко благу тем, кто избранный Богом и определены на то, чтобы быть подобными образу сына. С ним что случится в жизни? И его правильный выбор определит добро в его жизни. Точнее, все подготавливает, тренирует, обтачивает. Творит нас такими, чтобы мы были подобными образу сына. Я не знаю, вы понимаете то, о чем я говорю? Если бы не спал, то больше бы понимал. Где мы? Здесь мы, здесь мы. Давайте прочитаем 2 Коринфянам, 5 главу, 14, 15. Ибо любовь Христова объемляет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Христос умер за то, чтобы мы не жили для себя. Но для того, кто умер за них и воскрес. Это вообще как-то меняет перспективу. Христос умер, заплатил цену, подарил нам новую жизнь. Да, конечно. Чтобы мы были таковыми, к чему призвал нас Бог. Да, это правильно. Чтобы мы могли использовать наши дары и таланты. И это правильно. Но также для Божьей славы. Чтобы мы жили Его изволением. Смотрите, в 16-й стих говорит. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Или Павел говорит, было время, когда на жертву Христа мы смотрели плотскими глазами. Но сейчас мы уже так не смотрим. Иногда христианство многих только этим ограничивается. Христос умер за нас, аллилуйя, и воскрес для нас. И Рождество праздновать будем, и Пасху. Это просто уже плотской взгляд. Что что-то произошло, Бог что-то сделал для нас. Но Павел продолжает. И затем в 17-м стихе мы говорим. Итак. Кто во Христе, тут новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Многих по плоти знаем. По плоти смотрим. Его плотское вспоминаем. Да. И такой подход у нас. И мы ко Христу тоже так были. В таком отношении. Но Павел говорит, все не так. Кто во Христе, а тут новое творение. Не смотри по плоти. Какой-то грешник. Которому Бог сейчас простил грехи. Но я тоже знаю, кем он был. Я же знаю, кто это. Нет, Павел говорит. Но по плоти ни на кого не смотрим. Может быть, раньше был. Но кто во Христе. Тут новое творение. Древнее прошло. Этой уже старой жизни нет. Не смотри уже старыми глазами взглядом. Не смотри старым взглядом. И свое отношение не выстраивай старым взглядом. Кого знали по плоти, теперь мы так уже не знаем. Сейчас вот так смотрим. Что новое творение. То, что было, это уже прошло из его жизни. Ну, не то, что жизнь его. Не он с нук ушел. А жизнь его. Это прошлое прошло. А сейчас новое творение. Твое отношение должно быть таким. Увидеть человека, как новое творение. Павел говорит о себе. Мое отношение было таким. Но сейчас совершенно другая жизнь. У меня сейчас совершенно другой опыт. Потому что я сам так. Древнее прошло. Я новое творение. Что-то в моей жизни произошло. Крест Христа – это величайшее оружие, через которое жизнь человека меняется. Когда Бог меняет наше сердце и дух, тогда человек по-другому начинает мыслить и жить. Жизнь, она становится красочной. Она становится радостной. И часто люди говорят, а вот для чего, оказывается, я призван. Когда мы осознаем, что по его изволению, предопределению, мы определены жить в образе сына его. Тогда все меняется. Что я уже не такой, каким я был. Бог определил меня быть подобным Иисусу. Цель спасения – уподобить Иисусу. Не просто, чтобы грехи были прощены. Не просто, чтобы быть оправданным. Но цель была в уподоблении Иисусу. Все старое ушло, забрал. И это моя ветхая природа распита. И после погребениям и воскресениям человек изменился. Точнее, родился заново, спешил. Новое творение. Итак, крест – это что-то очень важно. Это меч острый, отсекающий все греховное в жизни нашей. Крест – он провозглашает Бога в нашей жизни. Невесту Христову. Ради которой Христос себя жертвует. Она возвещает, открывает об отце. Который заинтересован в приобретении множества сынов и дочерей. Возвещает о Духе Святом, Который старается сотворить из нас Храм Божий. И второе, что мы можем сказать. Мы понимаем, для чего мы на этой земле. Для чего Бог, Он мою жизнь установил. Для чего нам дана абсолютно новая жизненная мера. Чтобы мы увидели нашу жизненную цель, меня сердца нашего. Почему Бог поместил нас на этой земле, на этой планете. В этот временной отрезок. Почему родились в этой стране. Почему родились в той семье, в которой родились. Первая Коринфидом, 15 глава. 20-28. Мограм, кудрэти татахт га Кристэн, гансуэнэ бульта ган пирол на копи. Радган, рогорц, кацисмир мовида, сикудили асэй, кацисмир им кудрэти татахт гома. Радган, рогорц, адамши, кудэ бакуэла асэве гацоцхалдэбиян Кристэши. Ти теули, тауиси цеси, тау да пиролат пиром, шо Кристэ, холо шемде Кристэсни. Миси Мосулисаз. Мэрэ дад гэ ба Ахсасрули, рога мэпо базгадасэм, супалц да мамас, ма шемде Грац гаоукмэвз, хоэлгуарм Тавру баз, хоэллупле баздат залаз. Винаидан, манунда имэпо, санам пэхквэш, армуакцэвз, тауисхоэлам тэрс, холо, уканаскнэн им тэрэй, рога мэлэц ган кардэ баз, сикудэли ам. Но Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мёртвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своём порядке, первенец Христос, потом Христов и в пришествии Его. А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит, всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что всё покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему всё покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему всё, когда же всё покорит Ему, тогда и сам Сын покорится, покорившему всё Ему. Да будет Бог всё во всём. Я не знаю, вы поняли или нет прочитанное. Я сейчас вам коротко скажу, что написано. Отец сыну говорит, вот это всё я для тебя создал. И тебе всё это покорил. Это всё твоё. Используй. Управляй. Правильно. Я тебя поставляю над всем этим. А Сын говорит, спасибо, что ты всё мне дал. Но то, что ты мне дал, я хочу это вновь всё тебе подчинить, и чтобы всё это было твоё. И это тебе отдаю вновь. И я говорю, это ты достоин всем этим править. Это взаимоотношения отца-сына. Если Бог сотворил для этого, чтобы мы были подобными образу сына Его, тогда не имеет значения. Сколько много больших дел делаешь. Сколько там ты книг начитался. Сколько ты молишься. Сколько ты жертвуешь. Я не знаю, вот что бы ты ни делал. Ты говоришь, Боже, это всё тобою дарованное. Это всё, это ты мне всё подчинил. Это мне всё тобою передано. И я говорю, тебе всё это принадлежит. Пусть всё это будет твоё. Я славу себе не присвою. Тебе всю славу. Вот то, что ты мне передал, чтобы мне делать, то, что дал, чтобы чтобы мне этим управлять. Может быть, да, этим можно гордиться. Да, можно этим хвалиться. Но это всё тебе отдаю. Потому что тобой уже это даровано. И да будет это твоим. И он сам подчинится. То, что мы делаем. Мы славу себе вставляем, или мы ему воздаём. Всякая слава через сына идёт к отцу. Через Христа возвращается. Нет, конечно же, он даёт славу сыну своему. И сыны и дочери тоже получают его славу. Но он ожидает, что сыны и дочери, всё, что они будут делать, всё, чего они достигнут, всё, что у них получится, они себе эту славу не оставят. И они скажут, всё тебе подчиняю. Всё твоё. Это не я. Это тобою дарованное. Сегодня вопрос заключается вот в чём. На каком уровне мы себя посвятили Ему? Какую меру мы измеряем жизнь свою? Наша жизнь, наша деятельность. Мы воздаём Богу славу? Или же мы только на себе внимание застаем? Или же мы всё время говорим о своих достижениях и славим себя? Давайте вновь вернёмся ко кресту. Что есть крест? Для чего совершено распятие? Неужели крест только для меня? Или же это совершилось потому, что я был предопределён быть Божьей собственностью? Так важно смотреть на крест, чтобы получить правильное определение. Есть три понимания креста. Первое — это вечный крест. Это не какое-то временное явление. В крест вложен вечный принцип Божий. Когда мы смотрим на крест, мы видим орудие наказания, а орудие мучения. Туда довешали людей и убивали их. Там была кровь и боль. Но это малое определение креста. Крест — символ самоотречения во благо другим. Добровольная смерть для собственной воли. И если Божье желание в том, чтобы крест был в нашей жизни, это значит, что наша эгоистичная природа должна быть распята на кресте. Наши собственные желания, наш собственный эгоизм умереть для этого. Второе крест — он действенный. Он должен действовать в нас. Иисус сказал в Лукея 9.23, «Если кто хочет следовать за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Отвергнись себя. Сначала ты отпускай жизнь для себя. А затем каждый день бери крест. И ты каждый день носи этот крест. Может быть, многие думают, «Муж мой — это мой крест, жена моя — это мой крест». Для кого-то дети уже намучили то, сколько же лет этот крест тащить, не знают. Так повесли дети на шею его. Никак с шеи не снять. Что, что для кого? Но люди вокруг тебя — это не твой крест. Ай, гешени джуар, ес нишнаус. Ром, ховэл дгэ уар кошенитави. Ховэл дгэ муакудино, шенит хорциелубам. Восьми свой крест, это значит каждый день отрекаться от себя и умиршлять. Ховэл дгэ айр чьио, сори арчевани гаакетон. Умиршлять свою плотскую и делать правильный выбор. Гмерц арчевани, арцавуртмеви, аравистуис. Бог ни у кого не отнимал выбора. Хснист твисацки Иоанн эсертистормешцерия винц миго и гимец адзалау плеба гамхдарихо гмертишвили. Даже для спасения Иоанна 1.12, принявшим его, да на власть стать детьми богими. Принявшим. Те, кто приняли, кто-то сделал выбор. Мы выбираем, принять или не принять. Бог никому не навязывает на голову спасения. Это мы избираем. И если выбор наш от сердца нашего, тогда мы рождаемся свыше, освобождаемся, усыновляемся. Тогда крест начинает действовать в сердце человека, и человек рождается заново. И третий, о чем мы можем сказать, это исторический крест, о котором мы говорим, это Голгофский крест, который мы пригвоздили Христа. Почему этот крест был необходим? Просто человек настолько ожесточился, он уже не чувствовал Бога. Для того был необходим, чтобы Бог мог явить себя человеком. Что Бог, как любящий отец, Он проявил свою любовь и пожертвовал своего сына. Он явил свою природу даятеля в том, что Он может отдать самого дорогого. Своего сына Он принес в жертву, Он показал человекам, я жертвенный. Человеку важно принять три определения, все три определения креста. Сегодня отличается крест в современном христианстве. Крест мы показываем так, приди и получишь. И человек приходит получить. Сегодняшнее христианство показано так, что крест все сделал плюсом, поэтому он тебе только все прибавляет и дает. Или человек использует крест в собственных интересах. Но старый крест говорит совершенно о другом. Он говорит, приди и отдавай. Не приди и получай. Приди и отдавай. Зовет человека, говорит, приди и потом, и ты отдавай любовь. Стань жертвенным и отдай жизнь свою во благо другим. или человек должен креститься в смерть. Старый крест. Это символ смерти Адамовой природы. что человеческая ветхая природа умирала на кресте. Но в новом понимании современное христианство оно не рассматривает смерть для греха. просто дает другое направление. Он говорит, ты можешь жить веселой, жизнерадостной жизнью. Ты собственный центр. Тебе жить для себя. Тебе жить в свое удовольствие. Ты главный во вселенной. Бог хочет, чтобы ты был в Эдеме. Сегодняшний крест сохраняет амбиции человеку. Ничего менять не надо, наоборот. Как можно больше наслаждаться. И ни в чем не приходит противоречия с человеческим существованием. Человек может смотреть религиозные фильмы. Его удовлетворяет слушание песнопений. Придается присущению. Ни в чем себя не ограничивает. Даже и в крепких напитках. Живет современной жизнью. И ничего в его жизни не меняется. Это неправильное отношение ко Кресту. Это неправильное, точнее, даже понимание Креста. Бог не творил нас для этого. Бог сотворил нас для того, чтобы мы изменились и уподобились Его Сыну. Ни в чем-то, кто-то не приходит. что я не могу сказать. 2 Коринфянам 4, 7 по 12 стих. estado вот так и можно дождиться и погулять наружу, мудроа являются рядом си субсленными вамими. Когда мыстаем п leagues, давайте кончатся на сыcast. будет firstly irrigататься к войне и нужно переходить землю. При этом нужно использовать своей средсти, ember suppose наш исчерновок, было повелтово в странеanzакой задач. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы это всюду притесняем, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живы и непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Смотрите, что говорит апостол Павел. Мы умерли для себя, чтобы вы через нас что-то пережили. Мы умираем, вы живете. Какое-то добро вы должны через нас переживать. Как Христос умер, чтобы ты переживал жизнь. Здесь же какая-то параллель, да? Мы полагаем жизнь нашу. Чтобы вы могли принимать различные благословения. Он не разгневан на это, Павел. Он даже не задается вопросом, хочет он это делать или нет. Он даже не говорит, а что меня вообще обязывает к тому, чтобы мне так поступать? Он безропотно говорит эти слова. Мы живы и непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Чтобы мы являлись жизнью Иисусу. Мы умираем, смерть действует в нас, а таким образом жизнь в вас. Мы полагаем, жизнь ради вас. И это для него радость. Он не мучается этим, он не говорит. Это что за путь мы избрали? Или вообще вы разве достоинны, чтобы мы ради вас на это шли? Ради вас не то, что умирать. Ради вас даже жить не стоит. Он служит с радостью. Он отдается на эту смерть с радостью. Пятнадцатый стих. Той же четвертой главы. Ибо все для вас, да бабилия благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Это все для вас. Мы умираем, чтобы жизнь вот эту вам давать. Ради чего? Ради того, чтобы многие возблагодарили Бога во славу Божию. Цель этой смерти? Во славу Божию. Амитом арв цхребит. Метехусмете мухли. Тумца, ки ихц неба чуени гареганикации. Чуени шинаганим. Майнц ахалдеба. Дритидрэ. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Павел говорит, у нас действует смерть, а у вас действует жизнь. Мы каждый день умираем. Этот крест каждый день действует в вас. Мы отвергли себя, мы берем каждый день крест, и это все для вас. чтобы во многих распространилась благодарность Божья во славу Божью. Хотя, отвергая себя, да, мы проходим вот это страдание, но оно кратковременное страдание. Это кратковременно. Но это страдание создает, состворит для нас славу вечную, Божью, вечную. Мы живем для Божьей славы. Поэтому не смотри на видимое. Видимое временно. Люди временно плотские. Смотри духовными глазами. Что Бог пришел в его жизнь. Не знай его, и не смотри на него по плоти. Не начинай. Не начинай рассказывать. Я его с детства знаю. Это такое было, что мало не покажется. Верь, Бог изменил. Плотскими глазами не смотри. Все плотское временно. Увидь невидимое. Увидь каждого за крестом. Живи в любви. Живи, чтобы являть Божью славу. Чтобы во всем являть Божью славу. Показывать людям Бога. Показывать людям Бога. И подобность образу Сына Его. Проявлять в себе. Почему мы на земле? Вот для этого. Не просто быть спасенным. Не просто, что грехи прощены. Не просто, чтобы быть оправданным, правильным. Но Божья цель в этом. Чтобы после спасения. После восстановления. Когда ты стал новое творение. Старайся. Стать подобным образу Иисуса. Чтобы Он был первенец. Первенец. Первый брат. Твой. Твой старший брат. Уподобляйся Ему. И все, что происходит, зная. Помогает тебе в этом. Мы роботами не сотворены. Бог не сотворил. Вот я творю, и вот таким ты будешь решил. Нет. Бог хочет, чтобы в твоей повседневной жизни, ежедневной. Ты отвергал эгоизм. И мы брали наш крест. И все, что происходит. Чтобы происходило распятие нас. Чтобы в нас смерть задействовалась. И другие радовались. А даже, когда они сплетничают, да пусть порадуются. Ничего. Чтобы привезти плод, тогда и навоз нужно использовать. Так что, знаешь что, пусть некоторые и эту роль исполняют. Все тебе будет во благо. Главное, чтобы твои реакции были правильными. Главное, тебе правильно поступать. Главное, чтобы тебе проявлять Божью природу и Божий характер. И все, что произойдет. И все, чего ты достигнешь. И во всем, в чем ты прославишься. Передавай эту славу Богу. И ему, ему подчиняй это, ему отдавай. Давайте сейчас встанем, и мы будем молиться. Молодец наш пастор. Он не уснул. Минуты не спал, пастор наш. Халлелуя. Халлелуя. Господь, мы благодарны Тебе. За то, что ты определил наше восстановление. Прежде чем бы все было сотворено. Прежде чем бы все начало существовать, быть. Мы были в Твоем намерении. Мы были в Твоем сердце. Ты видел каждого из нас. Поэтому в это время, в этом поколении, в этом народе, в этом городе, и в тех семьях, в которые мы пришли на этой земле, это ты послал нас для того, чтобы мы стали благословением для других. Чтобы через нас жизнь прикасалась к другим. Чтобы Твоя Слава проявилась в нашей жизни. Ты сотворил человека. И это было тайно. Чтобы он носил Твою Славу. Чтобы он был носителем Твоего подобия. И через крест. Ты вернул эту Славу в человека. Ты человека заново сотворил. Ты сделал его новым творением. И ты задействовал в жизни механизм. Который действует в человеке через крест. И вчерашний плотской грешник. Сегодня может стать носителем Твоей славы. Вчерашний грешник. Сегодня может быть Твоим прославителем. Господи, мы превозносим Тебя на этом месте. За это великое чудо. За это великое преимущество. Которое Ты даровал нам. Чтобы мы были носителями Твоей славы. И чтобы мы проявляли Твою жизнь в нас. Благослови каждого, кто здесь находится. Господи, я верю в добро для них. Я верю в Твое добро, которое проявляется в их жизни. Которое возвышает их. И прославит их. И благословяет их. И Господи, это слава и это благословение. Будет передано Тебе. Потому что мы сами по себе ничего делать с собой не можем. Мы не можем сами с собой чего-то достигать. Ты предопределивший наше усыновление. И чтобы довести каждого из нас до славы. Господи, доявится. Это жизнь в каждом. Пусть люди через них соприкасаются с этой жизнью. Пусть это жизнь. Ее можно будет переживать, соприкасаться с ней, ощущать. Это слава от людей. Господи, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за эту избранность. Мы благодарны Тебе за Твой Дух. Который задействует силу Креста в нашей жизни. И мы будем, Господи, жить жертвенной жизнью. Мы будем жить для Твоей славы. Чтобы людям показать Добро в действии. Твое добро в действии. Дабы прославилось Твое Святое Имя. Как Единого Бога. Отца Сына и Святого Духа. Аминь. 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 И я надеюсь, Вы поняли то, что я хотел сказать. Сегодня христианство в чем-то нуждается. Нельзя, чтобы христианская жизнь была полна эгоизма. Чтобы была сконцентрирована на себе. Собственное наслаждение, чтобы обслуживать свои удовольствия, свои желания служить этому. Сегодня вот такое христианство. Но это надо изменять. И это должны изменить мы. Вернуться к этой старой истине. Для которой мы сотворены. Так что да благословит Вас Господь.